добрый вечер дорогие друзья в эфире передача ночной размовар и наш гость сегодня роберт макарты чан добрый вечер роберт здравствуйте как жизнь чем занимаетесь а в каком городе живете роберт я уже два года живу в германии германии вы знаете вот за все время существования передачи ночной размовар вы второй мой гость ну вот представитель скажем так молодежи с армянскими корнями у меня как-то был гость армян того же поколения что и вы можете рассказать вкратце вашу историю как вот вы оказались германии немного расскажите о себе германии у меня в семье мама учительница немецкого языка и вот мы приехали сюда она по работе есть сделать предложение выгодно мы приехали после второй карабахской войны 21 вы с армении переехали в германию с ереван с ереван а ваш папа он армянин тоже он тоже с вами правильно уточняю и папа и мама у вас армяне правильно вы сказали что вы интересуетесь политикой расскажите об этом если можно интересовался политикой после нашей с вами войны и тысячи двадцатом начал читать и вот теперь история политика и будущем профессия а какую профессию вы себе думаете выбрать в будущем дипломат дипломат то есть вы хотели бы защищать интересы родины на дипломатической арене так скажите а если бы началась третья карабахская война вы бы пошли на фронт она не начнется ну а вдруг если ну не дай бог третья карабахская война смотря кто будет президентом армении честно ну прокрытируем не обязательно президентом если пошли нет конечно нет конечно нет скажите роберт а вы знаете как зовут президента армении владимир окопян разве не ваган хачатурян мне казалось ваган хачатурян может быть они как-то поменялись честно говоря я вот недавно парламентская республика поэтому президент никакой роли по моему мне играть то есть у вас главный пашиням правильно как бы у якобы до главный а вот что вы как армянин чувствовали когда господин пашиням поехал на инаугурацию господина эрдуана в турцию что вы как патриот чувствовали неудивительно патриот это не означает что я должен конкретную нацию ненавидеть я могу ненавидеть окрестно политиков турции или азербайджан к отношению моей страны да но пропагандир националисты я не хочу и не не надо мне там не а вот машиня да да вот о чувствах ваших во первых начнем он марионетка я в этом марионетка вы сейчас удивитесь но он марионетка путин конечно он пытается всячески пока это не так но конечно он делает сейчас то что устраивает владимир путин и он поехал туда потому что ему так кто-то в общем посоветовал на конечно это это типа шаг доброй воли шоу мы помиритесь а вы хотели бы чтобы мы помирились азербайджан и армения как-то не хочет ну типа торт кто не хочет но пусть идет боюсь если война будет конечно я пойду воевать но так конечно любую страну устроить не вы выбрали путь дипломата все-таки не военного и поэтому вы думаете что можно дипломатическим путем гораздо больше добиться успехов так да а что хорошее вы слышали про азербайджан вы все-таки с детства вот это все получали от своих учителей от родственников вот эту информацию что хорошее вы слышали о нас у меня во первых с папиной стороны все из азербайджана и бабушки и дедушки из баку вообще много хорошего слышал вот тот дом где я живу и жил конечно дом бабушки вот она мне рассказал в этом доме были азербайджанцы гости их друзья которые сейчас в баку они до сих пор есть контакты частенько встречаются в россии замечательно то есть до сих пор они контактируют у меня бабушка говорит мы спокойно с ними дружили спокойно жили ее папу азербайджанцы сильно уважали а вот потом получилось так что родители должны были уехать дедушка с бабушкой должны были уехать да они вот когда бабушка приехала в армению после ну типа первой карабахской войны она вообще не знала армянский язык вообще азербайджанский русский в основном знала наверно сейчас уже знает конечно за 30 лет а скажи германии лучше или в армении да конечно в армении но почему вы в германии ну тупо получить образование потому что ну в армении сейчас поэтому вопрос конечно сложнее там нет образования хорошего то есть германии в принципе мама поехала с вами туда чисто для того чтобы построить ваше будущее так конечно я не собираюсь жить вообще нет ни за что но что не нравится вам германии вот нравится вам образовая что не нравится мне нравится люди например значит ну я говорю опять я не националист но немцы как нации они вот ну вы тоже поймете они отличаются от нас холодные да да коментаризм они не кавказцы они отличаются обвода не нравится все не нравится точнее ну типа можно получить образование но если бы вы могли чтобы вы изменили в конфликте азербайджанцев и армян вот чтобы вы смогли если бы если бы я смог я бы типа прямо сейчас или до какой-нибудь до войны до 1 до 2 прямо сейчас допустим я президент армии я бы не допустил какой-либо войны если они говорят шоу армянам в азербайджане угрожают или там нету прав то пусть дипломатик договорятся а по-вашему все-таки кто предал армению во второй карабахской войне среди наших политика да конечно никол пашинян и все его грубо говоря собаки а вот те правители армии которые до этого сидели на постах они разве не разворовывали бюджет армии не вкладывали достаточно конечно же оружие конечно но они при этом не не просто отправились солдат без оружия воевать потому что такой договор есть а вот скажи мне а вдруг так получится что действительно пашинян сделать что-то величественное найдет общий язык с турции с азербайджаном подпишет мирный договор откроются сухопутные границы с турцией ваш народ валом поедет в турцию к той же самой горе о рыдах который вы называть а рад просто через 30 минут вы будете у этой горы вдруг народ этого хочет вообще как человек в армении я скажу шоу у нас турции нормально относится старшее поколение и поколение который старше меня курсы плохо относится вот люди моего возраста это это пропаган такой есть каждой стране то есть это работа пропагандистов конечно но хорошо относиться это не значит что мы отрицаем что геноциды не вот конечно геноцид был но это не значит что вот у меня тут друзья турки это это не значит что юнус виноват например ну а почему так получилось что вот армяне в том числе и вы утверждаете что был геноцид но в турции сохранились армянские церкви армянские школы армянские кладбища как так произошло что это все не снесли потому что это уже не 20 это 21 и тут открыто нельзя совершать геноцид нет я о другом роберт вы говорите что в 1915 году были эти события некоторую часть из них сам сами турки не отрицают но каким образом тогда при этих событиях сохранились уцелели армянские церкви школы кладбище районы целые каким образом все это не район и армянские школы сохранились турции а почему это все не снесли если был такой прям национальный конфликт я не знаю во первых это было совершено вы знаете дан единение и прогресс как это называлось вот единение и прогресс цель этого было укрепление мусульманство в османской империи ну почему при укреплении мусульманство не снесли все армянские объекты кладбища есть кладбище 18 19 века в том же стамбуле которые в идеальном состоянии сохранилась вам запрещает издеваться над людьми или над церквями над людьми и христианами или которые христианство это запрещает однако я видел мечети мечети в которых держали коровы свиней лично видел я не говорю что это вы делали лично я видел эти мечети я видела те уничтоженные святыни кладбище и вы наверное много чего видели давайте о хорошем давайте о хорошем вы верите конкретно в мир сейчас нет сейчас через конкретно армению очень много вопросов решается конечно будет новая война и это не война армении азербайджан война новых сил то есть вы считаете это будет не 3 карабахская война а вот именно какая-то новая вот за ангельзурский коридор и за коридор много проходит например допустим сейчас этот коридор устроить только азербайджан турцию но и российскую федерацию а вы там будете работать зарабатывать палать получать пошлину десятки может быть пятьдесят тысяч рабочих мест я не знаю громадная дорога железная автодорога тяжелый транспорт бензоколонки объекты маркеты отелей прицепт какой заработок будет в армении не хотите этого если это зависело от армии я могу с вами прямо сейчас поспорить азербайджан давно взял за внизу потому что премьер-министр сейчас никого решения это не зависит от армении тупо армению сейчас тупо из-за географического положения спасают много стран своим влиянием но скажи пожалуйста мне такую вещь ты вот патриот любишь свою страну свою родину правильно вернешься обязательно будешь работать своей стране будешь стараться ради своей армении кто получил максимальную выгоду от карабахского конфликта конечно политики и россия причем политики которые были конкрет политики армении которые пользовались этим они грабили бюджет армии и до сих пор это дело то есть а политики армении на этом наживались долгие десятилетия а почему не признали почему не признали карабах свои боялись санкции из-за санкции но если ты говоришь что виноват никол пашинян но при этом-то утверждает что политики армении грабили бюджет а пашинян воевал с тем что ему осталось как бы с наследием качаряна и саркисяна нет пашинян он я говорю вам он марионетка он специально войну проиграл специально конечно люди адекватно в армении все это понимают а тебе было стыдно когда ты видел кадры пашиняна который прилетел в турцию на инаугурацию господина эрдогана тебя было стыдно когда вижу пошли мне уже стыдно то что он стоит рядом с ардоганом это не стыдно я говорю это если я скажу мне следует а я национально нет мне не стыдно мне стыдно за какого премьер-министра за 56 процентов избирателей что за них скажешь да 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 на вторых выборах 56 или 57 процентов было переизбрали да да его же переизбрали двадцать первом году даже после войны якобы демократическая страна если мы верим в это что она якобы демократическая страна то они под пропагандой они думают что пашинян ведет антироссийскую политику вверх страну в европу и к развитию но на самом деле это не он защищает интересы путина я не антироссийский человек я очень люблю и уважаю эту страну просто я никак не воспринимаю нынешнюю власть а вот скажи если если армении не будет кому-то подчиняться сможет она существовать как независимое государство по-твоему давайте оставим это в стороне потому что ни одна страна которая из себя ничего не представляет они не могут то есть ты считаешь что каждая республика обязательно должна кому-то подчиняться или быть по чем-то патронтажа если эта республика в бою это да конечно это твое мнение потому что армении подчиняется россии но не подчиняется ну как зависит ну ты это происходит уже с 1827 года насколько я знаю а что качарян и саркися не не подчинялись россии конечно тогда это была другая россия сейчас все поменялось конечно война в украине многое поменял скажи пожалуйста а в германии ты бывал вот в армянских или в азербайджанских ресторанах слушал музыку в армянской церкви много раз и тут я распроесть армянская бывал в азербайджанском ресторане тоже а что там подают какие блюда в азербайджанском ресторане донорки и как отлично не к чему придраться понятное дело ты армянин и у тебя свою точку зрения по поводу карабаха но расскажи об этом поподробнее почему и чем ты его считаешь и чему розов карабах мы все знаем шоу насильственность частью российской империи было время да он был составит персидского ханства но есть один факт который я много смотрю ваши видео я не видел там ни одного армянина который бы сказал шоу армянский алфавит как раз создаться именно в карабахе то есть ты считаешь что армянский кого алфавита создали в карабахе конечно и типа этот факт уже доказали что еще очень-очень больше тысячи лет то есть сразу после динозавров были армяне в карабахе нет 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 не ну до них еще адам и ева было динозавры адам и его армяне так да по последовательно не будем нарушать выключим теорию дарвина просто мне знаю что интересно я вот весь карабах объездил и вот город шуша вы его называете шущий там а самая старая постройка это крепость этого города 1752 года в городе агдам самая посту старая постройка это крепость шах буллах 1748 года и это все творение карабахского хана панах али хана который в принципе и создал весь карабах и он похоронен городе агдам там его мавзолей его всей семьи его захоронение там находится также изучал старые могилы изучал по возможности и армянские церкви что самое интересное на одной из армянских церквей почему-то находится а например изображение шах аббаса тоже интересный факт другая церковь носит имена а гасан джалал доллар это родственники пророка мухаммеда знаешь если так покопаться очень много интересного можно найти но ты мне не сказал главного почему ты считаешь что карабах твой я если смотреть юридически он не принадлежит армении если смотреть исторически я говорю там создался армянский алфавит и когда армянский алфавит был создан на основе греческого где его карабахе создали в каком городе в районе каком честно не помню но то что карабахе это訂 саму вот карабахе создали армянские алфавические алфавитыach когда я понял то есть именно в карабахе он создал армянские алфавит а где то написано что именно он именно в карабахе его создал просто мне интересно где Шенгелане в Англии где вообще он был в этот момент куда он был город не помню ну это изучали в школе и я сам гуглил я просто очень хотел бы видеть твоего учителя истории школьного мне бы может быть он бы внес бы ясность в этот вопрос очень интересная информация супер то есть ты согласен с тем что юридически он принадлежит азербайджану правильно юридически смотрите все мировой геополитике всегда было то что право народа это превыше и территориальной основности государства причем любого государства права народа почему народ не начал самоопределяться в краснодаре не начал самоопределяться во франции в марселе где больше армян чем в карабахе почему вдруг именно в азербайджане решили самоопределяться причем Азербайджан вышел из состава, Роберт, Азербайджан вышел из состава СССР 30 августа 1991 года, если не ошибаюсь, а референдум вы провели в декабре, то есть через полгода после того, как Азербайджан уже был независимым государством того же года. Вот почему вы в другом месте не стали самоопределяться? Почему именно в Карабахе? В Карабахе, потому что тупо рядом находится, Карабах рядом с Арменией. Ну а насчет закона прав тот, кто на карте. Вот берешь глобус, крутишь его, международный глобус, и на нем не можешь найти ни Арцаха, ни ничего другого. Что-то на это скажешь. Вот ищешь вот на глобусе и не можешь найти. Карта мира, мы все знаем, карта мира никогда не была и не будет стабильной. Я знаю, но сегодняшняя организация объединенных наций, признанная карта, она не владеет такой информацией, как то государство, как ты говоришь. Потому что это из-за недальновидности армянских политиков. То есть получается вы потеряли, но у вас была фора 30 лет, да? Вы могли бы за эти 30 лет что-то там сделать, облагородить. Почему там не посадили леса, не воздвигнули заводы, не стали развивать регион? То есть то, что мы сделали за 20,5 года, армяне за 30 лет даже не сделали. Почему? Это потому что, если допустим, там доход, я не разбираюсь, 10 миллиардов, да, допустим, за год. Миллиардов уходило в Россию. То есть вы все отдавали из-за этого? 90% конечно. Конечно. Как вот Азербайджан, 90% азербайджанской нефти, если не ошибаюсь, уходит в Британии. Если не ошибаюсь. Серьезно, супер. Какая интересная информация. Честно, я даже этого не знал. Я последний раз британца в Азербайджане видел, может быть, наверное, года три назад. Но ты мне интересные истории рассказываешь. Британии. Скажи. Это даже, я не ошибаюсь, это не точно. Окей, окей. Скажи мне, пожалуйста, что нужно Армении для того, чтобы одержать победу в будущем над Азербайджаном? Твое мнение. Армении нужно использовать просто помощь, которую предлагают Армении. А один на один потянете? Один на один. Смотря как. Ну, в Азербайджане очень сильные израильские вооружения. В Азербайджане Байракта. Если мы будем закупаться у наших союзников, у которых действительно хорошего качества вооружения, допустим, у Франции, то, думаю, это возможно. То есть вопрос бюджета, ты считаешь? Конечно. Ну, не сейчас, конечно, не сейчас. Ну, сколько времени? Вот ты вот, молодой парень, вот сколько времени нужно, чтобы вы встали и подготовились и пошли вперед? Вот сколько времени? Чтобы я тоже имел информацию хоть какую-то. Ну, не то, что я хочу, чтобы опять была война, но если она будет, я думаю, если Армения будет готова через 20 лет, не меньше. 20 лет вам нужно для того, чтобы подготовиться и нанести удар, скажем так. То есть, получается, сейчас мы подписываем мирный договор, начинаются у нас какие-то бизнес-отношения, строятся коммуникации, правильно, азербайджанцы живут в Армении, армяне живут в Азербайджане, через 20 лет начинается Третья Карабахская война, и вы, возможно, одерживаете победу. То есть, план, в общем-то, такой. Нет, вообще, никто не знает, что будет на 100%, потому что это зависит от... Вы сейчас, может, будете смеяться, но все зависит от войны в Украине. А, окей. То есть, как там все закончится, так тут и начнется? Я честно скажу, если бы Армения не проиграла в Карабахе в 2020, война бы в Украине не началась. То есть, ты считаешь, что отсюда пошла волна, значит? Конечно. Может, у тебя какой-то есть вопрос ко мне, прошу тебя, Роберт. Что-то спроси, ты давно смотришь мои передачи, прошу. Ну, там год, может. Окей. Или полтора. Вы отрицаете историю Армении? Нет, я считаю, что армяне древний народ, который по воле судьбы всю жизнь кочевал. Армянский народ, это народ, который страдал от того, что не мог никак определиться, где же ему все-таки хорошо. И мое личное мнение, так как армянский народ процветал в Османской империи, как они там жили, получали места в парламенте, как строили свои церкви. Это все произошло после того, как они поклонились и поклялись вечной верности султану, который захватил когда-то Константинополь. И 400 с лишним лет действительно была верность и процветание. Вот такого счастья, как в Османской империи, и такого величия, боюсь, что уже у армянской нации не будет. Мое мнение. Может быть, вы будете говорить, что когда-то была Великая Армения, от моря до моря. Я это не отрицаю, я с этим не соглашаюсь. Честно. Я не могу лишь найти в источниках ни одну войну, ни Османа Армянскую, ни Армяна, я не знаю, Персидскую. Нигде нет никаких великих войн, в которых армяне одерживали бы победу и строили какие-то свои империи. И нет захоронений царей. Более 260 царей. Это, знаешь, армянская история, это лабиринт, в который попав, ты оттуда уже не выйдешь. Ты зашел туда, и ты оттуда не выйдешь. Ты там уже навсегда. Поэтому я предпочитаю в эту дверь не заходить. Хорошо. А вы считаете, что ириванское ханство, это, по нации, ханы были азербайджанскими? Я считаю, что последние 900 лет правили Персии тюркские династии, каджары, сефевиды. Я так считаю. И об этом говорит история, первое. Второе. Ириванское ханство появилось в средние века, как и город Иривань. И давай не забывать, что Ереван сегодня, вы считаете городом, который старше Рима. Однако в Ереване нет ни одной постройки, которая могла бы входить или входит в состав списков ЮНЕСКО. Вот ни одного здания в Ереване нет, который уходит в списки ЮНЕСКО. В Баку 24 здания. Весь старый город, все там. Все ЮНЕСКО. А в Ереване, который старше Рима, ни одно здание не входит в ЮНЕСКО. Только две церкви, которые далеки от Еревана. Две церкви. Во всей Армении две церкви входят в ЮНЕСКО. И они далеки от Еревана. Понимаешь? Вот в чем проблема. Мы построили этот город лет 500 назад. Он относительно не старый. Ереванская крепость, дворец Сардара, покой, я понимаю. Ты знаешь, что в Ереване есть, например, мавзолей Пиргусейна. 15 век. И почему-то армяне его называют туркменским правителем. Прямо в Ереване его не снесли. Представляешь? Можно? Да, пожалуйста. Если вы называете себя тюрками, да, азербайджанцами, то почему хан азербайджанцы это ханы? Ханы же это персидско, у тюрков султан. Если вы себя называете... Ну, извини меня, Чингисхан, он был ханом, правильно? Хан это правитель. Так, так, так. Вот, да. Риван Гулухан. Мне интересно. Честно тебе сказать? Да. Честно тебе сказать? Это такая же история, как и то, что у вас армянская династия Гасан Джалал-Дола. Вот как ты мне можешь объяснить? То же самое. Гасан Джалал-Дола считается армянским князем Хачена. Каким образом? Человек, который носит имя пророка Мухаммеда правнуков, вдруг армянский князь Хачена. Вот то же самое. Ханы это правители, регионы. Ширванское ханство, Бакинское ханство, Карабахское ханство. Я не знаю. Ну, Ха это Шаки, например. Шамахинское ханство. И ханы правители. Это как... Как человеческий ханство? Это как... Как тебе объяснить? Глава исполнительной власти. Был один большой Азербайджан. Потом он разделился. Большая часть ушла в Иран. Вместе с этническими азербайджанцами. Меньшая часть осталась тут. Я тебе желаю всего хорошего, Роберт. Спасибо тебе за интересное общение. Желаю тебе мира. И надеюсь, никогда не будет третьей Карабахской войны. Потому что, если она будет, будут опять погибать ребята. И будут страдать матери. А на войне, как говорится, всегда проигрывают матери. Спасибо тебе. До свидания. Удачи. Роберт Макартычан. До свидания. Удачи. Дорогие друзья, гостем передачи «Ночной размовар» был Роберт Макартычан. Германия. Гамбург. До свидания. До новых встреч.